Как симпатизирующий революционному романтизму, а также утопическому социализму, я могу только, как говорится, пожелать удачи тем, кто рассчитывает на скорые позитивные перемены в России. Но на всякий случай хочу познакомить вас, тех, кто не познакомился еще сам, с некоторыми психологическими терминами, которые помогут точнее воспринимать ситуацию, точнее в ней ориентироваться и действовать. Итак, термин номер один, который сейчас стал популярен, газлайтинг. У этого термина долгая история, и этимология ничего общего с психологией не имеет. Газлайтинг, то есть это освещение с помощью специального газа, который был бы популярным до изобретения электричества. Просто в одной из, так сказать, литературных схем, значит, муж хотел обмануть жену, значит, сводить ее с ума, убеждать ее в том, что она что-то все время забывает, путает и так далее. Вот. И в том числе освещенность в комнатах падала, потому что он в других комнатах зажигал вот этот самый газовый свет. Ну, а на фоне того, что он все время от нее что-то прятал, скрывал, там, переставлял вещи и говорил, что он ничего не трогал, вот это вот ее, так сказать, затуманивание, одурманивание, значит, еще сопровождалось вполне объективным фактом, потому что газового света становилось меньше. Сейчас под газлайтингом понимают вот то манипулирование с помощью средств массовой информации, когда людей убеждают в том, что они неправильно воспринимают реальность, а вот по телевизору им расскажут правильно. Накладывается это все на так называемый инфантилизм. В целом инфантилизм это определение как не характерное для данного возраста поведение, то есть, скажем так, ребенок и подросток, они инфантильны просто потому, что они дети, то есть они эгоцентричные, капризные, переменчивые, безответственные и так далее, значит. Ну, все, что вот мы можем сказать про детей. Но эти черты могут сохраняться и позднее, и тогда мы можем выделить специфическое понятие социального инфантилизма, то есть люди живут в социуме, в обществе, но не разбираются в этом обществе, не пользуются его возможностями, не знают своих прав и, в общем, не стремятся никак их реализовывать. Значит, правовой и эссенциальный инфантилизм идут рука об руку с понятием выученной беспомощности. Значит, Мартин Примбром, значит, в свое время выдвинул вот это вот понятие, то самое выученной беспомощности. Мартин Селигман выдвинул это понятие по-английски, значит, learned helplessness, значит, ставился эксперимент на сначала животных, потом, собственно говоря, выяснилось, что это можно перенести в рамках теории бихвеоризма и на людей тоже. Значит, вместо того, чтобы избежать какого-то отрицательного момента, значит, животные, собаки в опыте, значит, по модели Академика Павлова, значит, их там били током, и хотя, может, было убежать, собаки падали на пол и, значит, никуда не двигались, и скулили. Как выяснилось у многих людей, вот так вот отсутствует стремление избежать чего-то плохого и стремление к чему-то хорошему ввиду того, что они считают, что ничего у них не выйдет. Таким образом, значит, если мы обращаемся с призывами к улучшению жизни, значит, действиям, которые ведут к этому улучшению, дело не в одном только страхе, а в этом наборе качеств. Инфантилизме как таковом, инфантилизме социальным и правовом, значит, в том, что люди могут чувствовать себя растерянными, неадекватными в результате воздействия пропаганды газлайтинга и обладать при этом выученной беспомощностью, которая парализует все их устремления, если даже таковые появляются.